Мы надеемся на победу. Мы будем бороться до конца. И мы не сдадимся. Вот они, составляющие успеха в представлении сочинских футболистов. Шанс показать себя на одном из самых престижных детских футбольных турниров. Кожаный мяч, наши ребята, клуб Сочи, получили на правах победителей Кубка Губернатора. Команды со всего СНГ собираются. Я думаю, что в том году мы были зрителями этого турнира. Ребятки у нас на год младше, чем участвуют здесь ребята. Это команда хорошая, обученная. Быстрые детки не раз занимали уже первые места. Юный возраст, надеются тренеры, не помешает ребятам показать хороший результат. Вообще в турнире «Кожаный мяч» принимают участие дети 12-13 лет. Средняя возрастная группа, которая из года в год остается неудел во всероссийском кожаном мяче. Поэтому 4 года назад было принято решение провести отдельный турнир в Сочи специально для этой возрастной группы. К слову, «Кожаный мяч» в России проводится с 1964-го и в этом году празднует свой 50-летний юбилей. Валентин Кистерев и сам в свое время боролся за медали «Кожаного мяча». Сегодня главный судья сочинского турнира. Я сам лично был на первом финале. Он проходил в Москве на стадионе «Динамо» в 1964 году. А в 1968 году сам играл уже за Ленинградский район города Москвы. Ну, мы в Москве заняли четвертое место и на финал мы не поехали уже. За кубок турнира в этом году будут бороться 10 команд. Из Южной Осетии, Азербайджана, Казахстана, Абхазии, Молдовы. Россию представляют Сочи, Ростов, Воронеж, Симферополь и Керчь. Турнир проходит по круговой системе. Сегодня в группах уже начались стыковые матчи. Что касается фаворитов, победителя предсказать сложно, говорят организаторы. Таков футбол, тем более детский. Статус турнира международный подтверждают и результаты кожаного мяча разных лет. Первый кубок четыре года назад взял Азербайджан, второй – Украина. В прошлом году победу одержала российская команда. Кто окажется сильнее в этом году, станет известно 19 октября. Финальный матч примет центральный стадион базы «Югспорт». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».